Добрый вечер, Елена Владимировна. По данным на вчерашний вечер, у нас в Самаре было подключено к отоплению 98% домов. То есть 2%, это 200 домов, оставались неподключенными. Как изменилась ситуация за прошедшие сутки и каковы цифры на данный момент? Сейчас более 99%, в настоящий момент у нас не подключено домов 75%. К сожалению, идут повторные порывы. Туда выходят аварийные бригады для устранения этих порывов. Все выходные мы работаем в авральном режиме, как и привыкли. Что делать людям в том случае, если, допустим, два стойка заполнены, один не заполнен? Или там нужно спустить воздух на крыше? Что делать, куда обращаться, каким образом поступать в данной ситуации? Еще раз напомню, что с такими частными проблемами заработали у нас горячие линии. И со всеми своими вопросами по отоплению можно обращаться на горячие линии. Горячие линии работают во всех внутригородских районах. Два телефона работают в департаменте городского хозяйства и экологии. Один из них круглосуточный. Все едино-диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, поэтому принимаем заявки. Есть соцсети, на которые тоже поступают у нас жалобы, обращения, которые мы тоже отрабатываем. Готовы разъяснять. Вот на эти выходные какая работа запланирована со стороны городских служб, управляющих компаний, ТСЖ? Ну, как я уже сказала, у нас, к сожалению, есть повторные порывы. И эти порывы мы должны устранить в максимально короткие сроки. Мы понимаем, что погода нас так долго баловала, и баловать она нас бесконечно не может. Изыскиваем резервы по дополнительным бригадам, которые работают на повреждениях. Работают абсолютно все управляющие компании, они понимают степень своей ответственности перед людьми. Поэтому выходных для нас нет. А с чем связаны эти порывы? Конечно, это, прежде всего, изношенность систем. Основная наша беда. В этом году в Самаре заменили рекордный километраж теплотрасса – 22 километра. По сути, это расстояние между двумя разными населенными пунктами. Такое же бывает. Какого эффекта мы ожидаем уже этой зимой от такой перекладки? Мы же перекладывали и не просто так. Мы выбирали определенные участки, которые были изношены наиболее сильно, где у нас были особенно частые порывы. Есть участки, на которых всю зиму работали у нас предприятия тепловых сетей, латали дыры бесконечно, бесконечно, бесконечно. Конечно, люди страдали от этого. Сейчас выбрали самые аварийные участки, сейчас их переложили. И у нас есть обоснованная уверенность, что жители эту зиму проведут в тепле и комфорте. Спасибо.